Доброе утро, дорогие друзья! Итак, Новый год, новые планы, новые, так сказать, какие-то подходы, но вопросы многие остаются теми же. Первый, кто хотел получить ответ на вопрос, почему иногда, как нам кажется, который Вася хороший, а он страдает, а Петя плохой, и он процветает, почему так происходит, пытались все, но получил только более-менее такой ясный ответ Машер Абейн. Машер Абейн, обратившийся к Богу, единственный человек, кто с ним разговаривал, вот лицом к лицу, ему сказал, что ты не можешь увидеть и понять Бога, это невозможно для человека, но вот сзади там ты меня можешь, то есть когда прошло время, можешь, теперь я расскажу, о чем это разговор. Очень многие люди спрашивают, за что, когда какие-то неприятности. Вопрос неуместный, поскольку подразумевает, что в таком случае ты считаешь себя безупречным и страдания получил незаслуженно. Короткая притча. Один человек предстал перед Небесным судом, суд постановил отправить его в ад за то, что при жизни он прилюдно дал пощечину другому человеку, причинив ему невероятные душевные муки и выстояв на позор. Считается, если человек кого-то заставил, оскорбил так, что побледнел, это приравнивается на небе к убийству. Подсудимый, увидев, что его ждет в этом аду, страстно молил суд и получил отказ, а помилование тогда он предложил, чтобы его вернули на землю, но без руки, которая дала пощечину, и суд согласился. Молодой человек, когда родился, часто страдал за своего физического дефекта, в детстве у него были проблемы, дразнили в школе, трудности с заработком, женитьбой, когда он вырос. Вся жизнь казалась ему цепью мук и разочарования, потому что он не догадывался, почему родился такими, как это произошло. И говорил Богу, зачем, почему, почему так, почему. И вообще, вот этот вопрос, почему праведники страдают, а злодеи процветают, был самым всегда сложным и расшатывающим. Еще раз повторяю, не может увидеть человек лицо мое и остаться в живых, сказал Бог, не можете вы это, вы не понимаете. Бог имеет в виду, что ни один человек не может увидеть картину причинно-следственных связей. Но, еще раз говорю, Маше Робейн, он показал закон. И перед Маше раскрылась такая сцена. Жаркий день, из знойного опушки возникает всадник на коне. Это солдат-кавалерист. Он спешит в свой полк, останавливается в ручьях, сходит на землю, пьет воду, из кармана у него выпадает большая такая сумма денег, и он уезжает. Через несколько минут на этом месте оказывается мальчик-пастушок. Он привел там отару овец. Уже собирается уходить, увидел деньги, очень обрадовался, схватил. Закружилась голова счастья, он теперь может купить дом, поле для матери своей. В общем, он убежал. Затем к лечу подходит старик, измученный такой жаждой. Напился, снял сумку, вынул кусок хлеба, обмакнул воду, стал есть. В это время приехал, вернулся солдат, который обнаружил пропажу денег. Увидел старика, стал бить его, требовал деньги. Старик не понял, заявил, что денег нет. Солдат взял и убил его мечом. Затем вытряс сумку, денег нет. Вот на этом месте видение прекратилось. Потрясенный Машер Абейну говорит, Боже, ты сказал, что покажешь мне механизм правосудия. А что я увидел? Солдат потерял сумму денег, остался без гаража. Затем в гневе убил ни в чем не повинного старика. А мальчишка разбогател, присвоив свое, и это справедливость. Подожди, сказал ему Бог. Вот вторая часть истории. И вот что увидел Машер. Он увидел опять такой жаркий полдень, улицы маленького городка. Из-за угла выходит хромой такой бедный крестьянин. Он держит в руках мешок с деньгами. Другой ведет маленького сына. Через несколько шагов мальчик скрывается за калиткой одного дома. Крестьянин продолжает путь, не видя, что за ним сзади крадется старик. Несвая глаза с мешочка и в руке с дубиной такой. А за этой сценой наблюдает солдат, который на другой улице сидит спокойно, покуривает. В лучший момент старик бросается сзади на крестьянина, начинает бить его дубинкой. Избивает, убивает, затем выхватывает мешок с деньгами и уходит. И вдруг он замечает солдата, испугавшись, бросает деньги и убегает. Солдат спокойно подбирает мешок, не обращая внимания на крестьянина, лежавшего в клуже крови. Вот это сложно, но вот я специально рассказываю, это каббалистическая история, которая описана во многих книгах. Очнувшись от увиденного, Маше понял, что произошло. Старик-убийца получил по заслугам. Убивший его солдат должен мешаться был раньше защитить крестьянина от грабежа. Но он этого не сделал, поэтому потерял деньги, которые все равно ему не принадлежат. А нашел их мальчик-пастушу, потому что он был сыном убитого крестьянина. Маше Рабейну посчастливилось увидеть, как работает божественное провидение. Бог показал ему всю цепочку событий. Именно это имеет в виду Всевышний, когда говорит, что меня нельзя увидеть сзади, вообще в лицо, а сзади можно. Мы видим события только после того, как они произошли. Но предвидеть их во всех деталях не способен человек, потому что он не знает, кем ты был в прошлой жизни. Какие причины, наследственные связи, зачем ты пришел в этот мир, зачем ты небо уговорил вернуть тебя в этот мир, что ты должен исправить в этом мире. Еще одно, что понял Маше, бессмысленно и бесполезно ставить под сомнение божественную справедливость. Мы не способны увидеть то, что видит Бог, и мы не вправе спрашивать за что. Поэтому наша задача только верить, молиться и понимать, что все справедливо. Потому что наверху у нас любящий и, если хотите, мега справедливый отец. Брахава Ацлаха, хорошего шаббата. И вот надо обо всем этом подумать. Не надо жаловаться, надо идти вперед и улыбаться. Брахава Ацлаха.